привет это ник спикс и в этом видео давайте поговорим о видах текстах в SAT reading то есть SAT экзамен часть чтения как мы знаем их всего три вида во-первых это научные тексты затем второе это исторические либо общественные дисциплины и третье это художественная литература насчет научных текстов если вы готовились уже к TOEFL или сталкивались с другими английскими экзаменами то в принципе подход одинаковый то есть вам дается текст на научную тематику он короткий то есть обычно не больше 80 строк и после этого отдаются там 10-12 вопросов но самое важное что этот текст скорее всего будет высокоспециализированный то есть он будет напичкан научной терминологией и в ну ни в коем случае не нужно пугаться этого потому что каких-то специальных знаний от вас не требуют все-таки SAT это не специальный экзамен он общий поэтому он так и называется SAT 1 в отличие от SAT subject tests которые уже на конкретную дисциплину такое как SAT Spanish или SAT literature или history и так далее biology, chemistry есть различные SAT предметы то в общем SAT ни в коем случае вам не нужны специальные знания допустим про виды вулканов или про питание каких-то китов какого-то ледовитого океана специальные знания вам не нужны что вам нужно в первую очередь четкое понимание структуры текста то есть по каким принципам организовывается аргумент в научных текстах затем какие слова автор использует для противопоставления своей точки зрения с каким-то другими авторами а также последовательность то есть в первую очередь это enumeration то есть 1 2 3 4 как мы понимаем что это первая идея вторая третья и так далее затем cause and defect то есть причина и следствие также есть целый ряд слов целый целый несколько списка слов которые вам помогут определить последовательность причину и следствие и compare and contrast то есть сравнение и контраст и похожие характеристики с помощью вот этих риторических стратегий таких как ну понимание причинно-следственных связей мы и отвечаем на эти вопросы а если попадется сложная терминология мы с помощью с помощью контекстных подсказок пытаемся с ней разобраться например обычно в начале автор дает definition то есть определение своей ну какой-то конкретной теме а затем различные виды то есть классификацию так с помощью понимания структуры текста и контекстных подсказок и риторических подсказок мы уже отвечаем на различные вопросы конечно больше всего пугает студентов vocabulary questions то есть вопрос о значении конкретного слова потому что они допустим студенту дают дают как ну спрашивают значение слова и он как бы три из четырех вариантов не знает что делать ну во-первых искать нужно понимать положительное или отрицательное это значение ну как оно звучит это слово оно звучит ну плохо или хорошо затем нужно понимать какие ближайшие синонимы например слово predict ну predict вы знаете а что вы не знаете ну может быть слово anticipate вы не знаете например в таком тексте задается вопрос значение слова anticipate в контексте самое близкое к и даются различные варианты ответов допустим forecast foresee и так далее все это синонимы forecast это прогноз foresee это предвидеть а затем что еще ну predict также предсказывать и так далее то есть с помощью синонимов вы легко можете определить значение слова пожалуй на этом и все и ни в коем случае не бойтесь сдавать экзамен и не бойтесь пробовать ошибаться и и становиться лучше в своих ответах спасибо что смотрите спасибо за просмотр! пока! пока! пока!